Так, наверное, для онлайн-трансляции тогда я тоже покажу сейчас QR-код. Начали, да, трансляцию? Хорошо. Ребята, кто на онлайн-трансляции, тоже по возможности сосканируйте, пожалуйста, QR-код. Нет, у вас не получится делать это упражнение, у вас нету листочков. Можете не сканировать QR-код. Давайте, наверное, начинать, потому что время подходит. Решите, я представлюсь. Меня зовут Наталья Семенова. Я ведущий бизнес-аналитик и менеджер аналитиков компании ИПАМ. На этой конференции я уже в седьмой раз и выступаю так же, как и участник программного комитета, курирую другие доклады. Постараюсь в этот раз быть для вас максимально полезной, насколько это возможно. Сегодня мы будем говорить о выстраивании ожиданий от работы аналитика через составление его операционной модели. Откуда эта тема вообще родилась? Я в силу своих профессиональных обязанностей модели нашей компании должна очень часто выбирать позиции и для себя, и для своих ребят. Соответственно, сделать это так, чтобы позиция была максимально интересна, соответствовала профессиональным карьерным ростам и челленджам, которые люди хотят. И мне в год приходится оценивать сотни просто позиций, выбирая наилучшие. То есть для меня вроде как вопрос не стоит. Одновременно от коллег я часто слышу такие жалобы, что вот на проекте все не так, менеджер делает не то, я думал, там надо будет делать одно, оказывается, надо делать другое. И вот такой вот мисэкспектейшн, то есть разрыв в ожиданиях, он реально приводит к очень большим потерям времени. То есть вы могли бы в это время на самом деле работать на правильном проекте, развивать свои профессиональные компетенции и расти так, как вам это надо, согласно вашему карьерному плану. Вот. Поэтому сегодня хочется просто поделиться несколько своим подходом. Ну, на самом деле я никогда не заворачивала это в специальную методику, и я пробовала это сделать только к сегодняшнему докладу специально, просто чтобы попробовать вам как-то структурно и системно рассказать, а как я к этому подхожу. Надеюсь, что там каким-то образом это получится. Значит, для того, чтобы доклад был для вас полезным, реально применимым, я в течение доклада дам несколько точек, где бы хорошо вам сделать домашнее задание. То есть реально, если вы просто послушаете и ничего не сделаете, ноль толку, можете прям сразу уходить. Вот. Если вы хотите действительно как-то свою компетенцию немножко расширить, то региона все будут даны, сделайте это, вы увидите, как это вам поможет, даже в процессе доклада вы поймете, зачем это. Значит, операция в докладе буду, ну, во-первых, на свой опыт, во-вторых, на мировые практики и стандарты. И, наверное, должна сразу извиниться за тот дикий рунглиш, который вы видите на просторах этой презентации. К сожалению, в этот раз я не смогла справиться с этим постоянным челленджем. Мы работаем всегда на английском, общаемся мы с вами на русском. Короче, там будет адская смесь. Я надеюсь, что вам это не поможет, ну, не помешает воспринимать никак смысл доклада. Так вот, смотрите, большая часть из вас, все, кто в зале уже успели посмотреть тестовую, там, ну, такую вакансию, да, и попробовать составить о ней свое мнение. Ребята, которые онлайн, вы сможете это сделать, ну, вот можете сейчас по ходу дела на экране, да, или сможете потом, и понять, попытались представить, для кого примерно это вакансия. Вот удалось ли, смотрите, на самом деле, если посмотреть матчинг, описание активности, которая требуется в вакансии, с тем, что, ну, с декомпозицией активности, которая есть по бейбоку, достаточно большое перекрытие получается, 60-70%, да, то есть вроде как неплохо описана вакансия, мы мало чего забыли. С другой стороны, можете ли вы из этого понять хотя бы, предназначена вакансия, там, для джуниора, там, для медла, сеньора или лида? Наверное, не очень. Давайте, а может, и очень, может, что-то понял, но мы сейчас пробуем это разобрать. Чтобы нам было проще понять, возьмем вот условно три такие собирательные какие-то персоны, три человечка, попробуем понять, кому из них подходит. Например, у нас есть совсем молодой аналитик, который там около года всего работает в маленькой там скрам-команде, и он один из двух аналитиков, он там стойки уточняет требования, пишет стойки, там какие-то МФУ пишет, не знаю, глоссарии ведет, ну, условно, такой вот маленький опыт. Есть мадам постарше, там, она около пяти лет в бизнес-анализе, да, на разных проектах работает, там, больших, там, и может как один аналитик работать единственный, так и в команде аналитиков, и она уже может не только писать истории, она может декомпозировать требования там с более высокого уровня на более низкий, она знает, как приоритизировать, управлять, она может критерии качества определять, там, определять рамки проекта, то есть уже такой более зрелый. И возьмем для контраста еще совсем такого уже взрослого дяденьку, который там, не знаю, 15-20 лет войти, он на любой фазе проекта может, он может там и в свое время на операционном уровне работа сейчас стратегические задачи решать, там, бизнес-отношения выстраивает, то есть ему больше интересны такие стратегические и ведущие роли. Тут будет честно вспомнить про тот фреймворк компетенции, который есть от Международного института бизнес-анализа, да, и там выделяется пять основных ступеней, вот, от General Awareness до Strategist, и в принципе для каждой роли прописан фокус, то есть на каком уровне, на что в основном фокусируется бизнес-аналитик. Мы с вами сегодня посмотрим чуть-чуть глубже, но на более узком примере понятно, мы возьмем только работу с требованиями, да, это, наверное, самое понятное, независимо от уровня там вашего конкретно, все мы в той или мере работаем с требованиями. Ну и давайте вот для первого примера возьмем именно requirement, как у нас, спецификацию и моделирование, да, только то, что вот за рамками оставляем выявление, требования валидации, вот только спецификация и моделирование. Все наши трое ребят в той или иной мере этим занимаются, но работа для них будет совершенно разная. То есть если джуниор Бей, когда будет заниматься этим, он для него что, скорее всего, будет? Прописать юзерсторию, юзкейсы, определить асептанс критерия, да, вот это вот для него там, не знаю, диаграмки нарисовать процессный или там состояние или еще чего-то. Более зрелый аналитик, когда она этим занимается, у нее уже чуть-чуть другие задачи, да, она уже бизнес-требования специфицирует, а не только у стеклодов уточняет. Она может архитектуру определить, она может шаблоны задать требований, она будет делать импакт-анализ, то есть уже немножко другого уровня задачи. Ну и наш ведущий аналитик, он уже может там бизнес-модели описывать, value stream mapping делать, определять скоп проекта или фазы, там, road map составлять, да, и все это, между прочим, относится до сих пор к спецификации моделирования требований, чего общего там между левым и правым столбцом, как бы, ну, практически не очень много. Ну, и кроме того, все эти активности, они, понятное дело, имеют некие критерии качества, то есть вот условно я привела два примера, да, что значит хорошо написать правильно историю, у нее есть там definition of done, помимо того, что она соответствует темплейту, как вы ее прописываете на разных этапах работы со историей, у нее разное там, когда она definition of, когда она ready for development, да, это мы definition of ready определяем, или когда она готова уже к разработке, definition of done, то есть все критерии, в принципе, на каждом этапе должны быть прописаны. Также и backlog health, то есть когда вы считаете, что ваш backlog, то есть насколько ваши требования готовы к разработке, насколько ваш backlog здоровый, сколько у вас старинный период написано, какого они качества, как они между собой соотносятся. И, естественно, для того, чтобы делать все эти работы, вот эти три наших аналитика, они будут использовать абсолютно разные техники. Я здесь специально разнесла к вам, куда, кому они больше, какие относятся. Это все техники только из B-BOK, Agile Extension, которые относятся именно к requirement specification and modeling. Посмотреть дома совершенно разные. Что в итоге? Наша вакансия. Я попыталась цветом выделить такие слова-индикаторы, которые говорят о том, что задачу, скорее всего, удобнее будет выполнять там начинающему аналитику или там сеньору или лиду. Понятное дело, что grade гораздо больше для примера. Ну и как вы думаете, насколько реально найти такого человека-оркестера, который будет выполнять все вот эти задачи одновременно хорошо, качественно, бодро и желательно, да? То есть и roadmap составлять, и одновременно стольки писать, и там подход к документации продумывать, и одновременно, не знаю, объяснять какие-то очень детальные acceptance-критерии системного анализа. Но, тем не менее, мы увидели такую позицию, такую вакансию, нам-то надо что-то с ней сделать. Можно, конечно, разные гипотезы, там сказать, ну, закатчик неадекватный, они сами не знают, что хотят, мы не будем с ними общаться. А может, в общем-то, вы-то им как раз и нужны, все-таки хорошо бы докопаться. Как мы будем докапываться, зависит от уровня зрелости того аналитика, который, в общем-то, пытается эту вакансию разобрать и посмотреть, да? Если это молодой аналитик с не очень большим опытом, то, скорее всего, он будет там задавать вопросы на интервью, уточнять, а как у нас в этой вакансии соотносятся юзер-стори и юзкейсы, а как мы прописываем acceptance-критерии, а через какие тулы мы будем общаться с клиентом, а как мы будем это документировать, в каких инструментах, а вот я знаю джиру, а вот это вот не знаю. То есть такие, да, вопросы. Они в основном будут как раз про техники, активности, про инструменты, про артефакты. Если вакансию посмотрит более зрелый аналитик, да, какой более сеньорный, ей, скорее всего, будет интересно, в общем-то, какая задача перед ней стоит, какой должен быть outcome, результат ее работы. И ей самой будет интереснее уже определить стратегию, какие она будет использовать для этого техники, подходы, активности, артефакты, да, но главное, чтобы у нее была интересная цель, которую она будет делать. Соответственно, она в основном спросит, вот будет фокусироваться на outcome-ах и на людях, на людях, потому что нужно понимать, а где у нас источник информации, кого можем выяснять, с какого уровня клиента нам придется общаться, там, операционный менеджмент или силы и так далее. Ну, и если мы берем еще более такого мачурного аналитика, вот, дяденьку нашего, ему вообще интересно, а какая вот ценность будет его работы на этом проекте, действительно ли там нужен такой вот серьезный, мачурный человек, какие бизнес-отношения, какие стратегии, куда мы это все развиваем. И, кстати, если вообще кому-то делегировать операционно-тактическую работу, потому что, понятно, ему это будет неинтересно делать. Если все вот это попробовать свести небольшую табличку, получится вполне такая простенькая модель, да, то есть что нам нужно определить? Артефакты, ценность, то есть ценность outcome, артефакты, активности, техники и люди, с которыми нужно коммуницировать. Мы можем взять нашу тестовую вот эту вакансию, которую вы посмотрели, и разнеси ее вот по этим условно графам, да. Хорошее, полезное упражнение, одна только беда, что пока оно вам никак не помогло еще выстроить ожидания и понять, кого они тут хотят. И, ну это, однако, первоначально очень необходимый шаг. Значит, для молодых, не знаю, или тех, кто хочет реально разобраться, какой у нас вообще возможен спектр всего этого, я бы рекомендовала сделать первое маленькое домашнее задание, попробовать вот эту табличку заполнить без относительно вакансии. То есть какие вы вообще знаете техники, бывают какие активности, артефакты, чтобы понимать весь спектр. В помощь можно использовать B-BOK, Agile Extension, PMBOK, любые другие стандарты, где перечисляются эти все дела. У меня к вам сейчас следующий вопрос. Я вас попрошу взять снова ваши телефоны, навести на тот же самый QR-код. И так, я, наверное, на секундочку покажу этот QR-код для онлайн-участников, чтобы они тоже могли его сосканировать, а потом покажу результаты вашего голосования. Сосканируйте, пожалуйста, сейчас мы переключимся там на следующий слайд, на второй. Вопрос такой, а что еще будет определять деятельность бизнес-аналитикам? Что еще нам нужно знать для того, чтобы понять, какие будут ожидания от аналитика, что ему реально там придется делать? И мы с этими вопросами пойдем уже тоже к клиенту, чтобы выяснять. Так, секундочку. Как это? Я переключусь. Сейчас у нас загрузится. надеюсь, что загрузится. Вы пока можете подумать, что еще там, опять же, у нас будет буквально минутка, чтобы вы ввели свои ответы, да. Что еще влияет на то, на скоп работы бизнес-аналитика? Какие-то будут активности, какие-то будут техники. Я не знаю, почему она не грузится. Сейчас попробуем перезагрузить. Так, переходим на следующий слайд. Спасибо. Пожалуйста, вот я включила, да, добавляйте свое мнение, что еще нам нужно знать, чтобы понять, каковы будут обязанности бизнес-аналитика. Что еще критично влияет? Что задает вот этот вот сетап нашей с вами операционной модели? Вам же, наверное, не все равно, вы же все работаете. Чтобы вы спросили еще у клиента такого важного, чтобы помогло вам сделать выбор. Надо, не надо. Не стесняйтесь, пишите, пожалуйста. Я надеюсь, что онлайн участники тоже успели сосканировать код. Если не успели, то, пожалуйста, хотя бы задумайтесь просто, потому что это очень полезное упражнение для себя вообще попробовать понять, а что еще нам важно. Специфика проекта важна всегда. Мы действительно спросим на собеседование, тут ее немало. Команда, да, реально важно. И команда менеджмента, и команда девелопмента, может, там много команд, какие между ними отношения. Домен, особенно если он сложный, в него нужно будет вникать долго, опять же, готовы или не готовы. Все правильно. Комьюнити, наверное, как поддержка, да, для того, чтобы в это все вникать наличие продукт-оунера. И, может быть, даже интересно будет, с какой стороны это продукт-оунер, с нашей или со стороны клиента. Ребят, давайте мы сейчас перейдем дальше. Я, ну, это останется, вы можете дальше голосовать, просто я перейду уже на следующий слайд. И мы с вами будем разбирать дальше. Значит, одно из ключевых, и там, по-моему, кто-то написал тоже, да, одним из ключевых еще критериев — это фаза проекта. Ну, вот на экране такой условный фреймворк для agile проектов, который везде, понятно, дело немножко разное. Это так, как в генеральных случаях применяется у нас, опять же, он каждый раз под клиента подстраивается. Waterfolio немножко другой будет. Это для примера. Условно у нас, например, есть там пять фаз проекта, да, от pre-sale discovery, то есть pre-sale предпроектное, попробую по-русски говорить, pre-sale предпроектное обследование, фаза разработки, фаза передачи клиенту и фаза саппорта. Задачи этих фаз абсолютно разные, и ценность бизнеса налейка тоже абсолютно разная, да. То есть если на pre-sale нам нужно каким-то образом понять, что вообще хочет бизнес, какие там и эти самые идентификаторы, там, по таймлайнам, по технологиям, по maturity. На фазе предпроектного обследования нам нужно понять, что мы будем, в общем-то, бизнесу делать, с какими приоритетами, исходя из тех ограничений, которые есть у него. И на следующей фазе имплементации наша задача уже аналитиков, да, понять, а как мы это будем делать, выравниваться с командой. Опять же, исходя из ограничений, тех приоритетов, которые мы определили на предыдущей фазе. На фазе передачи transition, тут, когда аналитик работает с UIT, с багами, да, и нужно выравниваться, очень много конфликтов решать по скопу, что в скопе, что не в скопе, и все-таки это одновременно конвертировать еще в улучшение бизнес-отношений с клиентами при всех этих конфликтах, да. И на фазе поддержки аналитик реализует вот эту модель поддержки со всеми этими SLA, которые там обозначены. Смотрите, вы когда-нибудь сами обращали внимание, что большинство из нас начинает свою карьеру с фазы вот имплементации, да, разработки или суппорта. Почему? Ну, мне кажется, что одной из важных причин, что именно на этой фазе в первую очередь широко нужны операционные скиллы, те, с которых мы начинаем наш профессиональный рост. И чем ближе к началу, тем сильнее нужны тактические скиллы или стратегические, которые уже нарабатываются с опытом и с практикой. Про уровень вот владения разной степени скиллами, да, для того, чтобы соответствовать ожиданиям джуниор, аналитика, там, middle, senior и так далее, я рассказывала на конференции год назад здесь же. Я не буду сейчас это повторять, она доступна в свободном доступе, ссылка тоже есть в презентации, вы можете найти. Поэтому сейчас это немножко пропустим, но информация есть кому интереснее. давайте с вами попробуем сейчас посмотреть, а как вот эта вот фаза проекта и работа на разных фазах влияет в действительности на скоп наших задач. Возьмем для примера опять только два вида требований, вы же помните, что их много согласно спецификации бейбока. Я показываю этот слайд. Сейчас придем на тот слайд, который я хотела. Здесь было еще одно домашнее задание для амбициозных и супербудущих аналитиков, расписать все наши модельку по фазам. То есть какие нужны техники, активности, какие применимы или не применимы в разных фазах. И здесь я вам, да, хотела рассказать про то, как это изменяется. Берем с вами только два типа требований, бизнес-требования, требования стейкхолдеров. Остальные пока оставим за рамками, хотя к ним это тоже применимо. И посмотрим, например, цикл разработки требований. Я думаю, что большинство из вас согласится, что работа с требованием можно разделить именно на разработку требований и управление требованиями. Я их вот так разделила. Это немножко смешанная теория с стандартов плюс с моей практикой. В бейбоке чуть-чуть по-другому описано, но смысл передает. И если мы пробуем посмотреть, какие активности, например, по работе, разработке требований приходится подключать на разных фазах, то мы видим, что для бизнес-требований вот зелененьких мы, например, на фазе пресейла делаем первые две фазы, там выявление и анализ. В то время как остальные активности и мы не трогаем, и стейкхолд требования на пресейле мы вообще не трогаем. На фазе дискавери у нас уже полный цикл работы с бизнес-требованием почти и часть там цикла работы со стейкхолдерами. Ну, вы видите, я не буду, наверное, все комментировать, чтобы время немножко сэкономить. Там на фазе саппорта вообще с бизнес-требованием мы не работаем, зато со стейкхолдером полный цикл. Для этого всего, для выполнения тех активностей, опять же, мы используем разные техники. И вот здесь на слайде я просто перевела… Не надо вчитываться, пожалуйста. Надеюсь, никто этого не делает. Я просто привела перечень техник, которые, опять же, согласно B-Boku и Agile Extension, можно использовать для разработки и менеджмента требований. И, может быть, плохо видно, вот разбила как раз по типам. И следующее, что можно было бы сделать в качестве домашнего задания, опять же, вам, это попробовать понять еще, как эти техники, применимые к разным типам активностей, можно разбить, соответственно, по фазам из DLC и для каким активностям они применимы. То есть, чтобы такая была многомерная табличка. Вот это… Если вот это задание сделать, это вообще у вас весь бейбок и все, что можно, у вас систематизируется в голове. Учить ничего не надо. Просто пробуйте сделать домашнее задание, используя, конечно, эти стандарты. Мы поговорили на примере фреймворка, который для agile проектов. Очень многие техники, если мы опять же говорим, например, только на примере работы с требованиями, они применимы к разным методологиям. Вот в левой колонке, то, что около из бейбока, да, техники работы с требованиями, вы их можете на ватерфолле применять, на agile, но, естественно, они применяются по-разному, ауткамы разные, критерии качества разные. Есть и техники, которые специальные и более применимы к какому-то конкретному, да, вот здесь приведено из agile extension от IBA тоже какие-то техники применимы больше к agile проектам. Но, к сожалению, знать, если вы поняли, что у вас там, у вас мелькнуло слово user story в вакансии, вы поняли, ага, скорее всего, agile. Очень недостаточно будет знать, что у user story, не знаю, есть statement, есть acceptance критерий, там команда вместе работает. Этого очень мало, да. Для того, чтобы реально понять, что вам там придется делать, а работают ли понятие, насколько вы это можете. Тут можно еще очень много вопросов задать, условно. Вот знаете, сколько вы знаете способов декомпозиции backstory backlog, господи, скопа проекта user story, вот они тут нарисованы. Какие способы написания statement, их много. Как можно специфицировать оцептным критериям, через BDD или еще как-то, их тоже очень много. Каким образом это все можно истимировать, приоритизировать. Да даже по инвест критериям можно просто завалить вопросами, да, например, условно, как вы оставите историю valuable, если для того, чтобы она оставалась ценной, ее нужно порезать, она не влезает в спринт, а в спринт мы не можем полстари без value запихнуть. В общем, там очень-очень много всего, и это говорит о том, что нужно знать немножко вот эту аксоменомию шире, чтобы понимать, что от вас ожидается. Вернемся от теории немножко к нашей позиции. Я попробовала для примера вот здесь выделить в нашей позиции те слова, которые, например, явно говорят про юзер-стори. Рассмотрим этот пример, потому что, думаю, что всем это знакома тема, на ней легче рассматривать. Зеленым то, что прямо про юзер-стори и серым то, что посредственно, вероятно, с этими историями придется делать. И попробуем докопаться, а что еще вероятнее всего лежит в ожиданиях нашего заказчика вот за той позицией, которую смотрели, что они еще хотят. Давайте попробуем прочитать вот слева направо, сверху вниз. Курсивом это наши гипотезы указаны, а ровным текстом это то, что написано в позиции. Там написано, что нам нужно будет документировать требования в формате с юзер-стори. Что это значит? Значит, ну, во-первых, надо будет артефакт делать юзер-стори, нужно понимать, как он делается. Технику придется применять в юзер-стори, хорошо понимать, в чем у нее особенности. А собственно, с критерия, скорее всего, придется, они индустрируют в юзер-стори. И, вероятно, делаем предположение, нужно знать behavior-driven development технику. Дальше, третья колонка. Вероятнее всего, как-то их придется декомпозировать, это стори, и хорошо бы знать эту технику. Техники стори-бординг и стори-маппинг тоже понадобятся, чтобы истории каким-то образом понять, как они относятся друг к другу, и приоритизировать их. Кроме того, есть еще, мы переходим, есть активность приоритизации, да, и техники приоритизации, их тоже очень много всяких разных, какая применяется на проекте, тут не было сказано. Нужно понимать. Каким-то образом стори нужно будет элаборировать, вероятно, им все нам придется общаться с бизнес-юзерами, какого уровня еще непонятно. Возможно, мы будем являть требования них через разные, опять же, техники, которые существуют, фокус-группы, интервью, воркшопы, опросники, да, то есть очень большой получается диапазон. А что вы из этого умеете, и что ожидает заказчик вот из позиции, это совершенно непонятно. Ну, давайте опустим дальнейший пример, можно его дома посмотреть. В итоге получается, что мы можем нашу позицию дополнить такими предположениями, что еще, возможно, заказчик ожидает. И вот уже с этими предположениями хорошо бы пойти уже подготовленным на интервью и это все узнать, да. Во-первых, подготовившись, вы покажете свою компетентность, что вы знаете, что за этим лежит, и можете, ну, поверьте, любому роботодателю, даже если вы знаете, что лежит, но не знаете все техники, это уже большой плюс, потому что, когда вы понимаете таксономию, что знаете, что нужно изучить, вы это сможете покрыть. Хуже всего, когда люди не знают, чего они не знают. Это самый сложный кейс. Значит, у нас, если мы нашу вот эту позицию, которую смотрели, возьмем, у нас получается такое какое-то противоречие. Они, с одной стороны, хотят найти аналитика, который будет обеспечивать команду вот непосредственно требованиями в работу, да, прописывать юзер-стойки. С другой, они, с другой стороны, хотят, чтобы человек мог установить практики, задать шаблоны и как-то руководить командой. И, с третьей стороны, они вообще хотят консультирования бизнеса, видеть портюнити какие-то там, допродавать эти портюнити, бизнес-отношения развивать. То есть немножко это не матчинг. И непонятно, что они хотят, кого они ждут, да, вопрос все еще актуален. Но когда вот сейчас мы с вами эту всю работу проделали, вы уже можете прийти на собеседование и задать конкретные вопросы, которые помогут вам расставить точки над «и» и понять, интересно вам или неинтересно. Давайте представим, что мы пришли на это собеседование и оказывается, что эта вакансия на самом деле подразумевает, что там нужно как минимум три аналитика действительно вот разного уровня, примерно как мы смотрели. И плюс это еще сложная домена, там без доменовый эксперт еще тоже не обойтись. То есть для него там тоже есть скоб обязанностей, которые не были тут написаны, но нам с ним еще тоже надо будет взаимодействовать. Соответственно, активности этих людей, я их попробовала вот тут вот разделить. Если вы дома потом возьмете и почитаете, вы увидите, что они вообще практически не пересекаются. Несмотря на то, что все эти люди бизнес-аналитики, они работают в одной команде, на одном проекте, для одной цели. Они делают абсолютно разные задачи. Абсолютно. И они общаются с абсолютно разными людьми, и они используют для этого очень разный набор техник. Вот здесь вот разница не в количестве, а в качестве. Если опять же потом дома вчитаетесь в то, какие техники они используют для того, чтобы выполнять свои задания, задачи. Но в итоге могло получиться по-разному. Может быть, они действительно искали команду, может быть, они искали такого человека-оркестра, который может делать все. Но тогда вопрос в таких случаях обычно стоит в качестве работы и в мотивации сотрудника, потому что нельзя одинаково действительно с одинаковым интересом и качеством выполнять работу на разном уровне. Человеку интереснее что-то одно и фокусируется на чем-то одном. Ну и подводя такой небольшой summary, опять же, я не хочу называть это какие-то методологии подходом, это слишком рано. Это скорее получается такая инструкция, что мы должны сделать и что мы, в общем-то, сейчас с вами попробовали проделать, пробежаться через теорию и практику. Значит, первое, вы видите вакансию, нам нужно попробовать описать операционную модель, исходя из того, что есть вакансии. Вот разнести на эти табличку, на эти артефакты, техники, активности и так далее. Далее нам нужно понять, что-то может быть описано в вакансии. Если не описано, то пробовать сделать гипотезы по основным параметрам тоже, которые влияют на сетап. То есть какая это какой-то из DLC, какая методология, agile, waterfall или еще что-то. Какая проектная фаза сейчас идет. Кто менеджмент команды вообще, насколько он матчурный на стороне клиента, на той стороне, где вы будете работать. Что за development команды тоже, насколько она зрелая, сколько этих людей, сколько вам придется этих девелоперов окучивать. Кто БА команда один, какие отношения, какие распределения обязанностей в БА команде. Из этого уже можно примерно понять горизонт ваших работ. То есть будут это более операционные какие-то задачи, тактические или стратегические, что тоже очень важно. Далее нужно обязательно, это все мы еще на втором шаге, понимаем, какие ожидаются у нас результаты. Нам нужно, либо это где-то есть описано в вакансе, либо мы ставим себе вопрос, если мы нет. И какая ценность работы от вас тоже ожидается. Клиент вообще понимает клиент ценность, которую он хочет от вас получить или нет. Если не понимает, очень сложно будет соответствовать его ожиданиям, если они не сформированы. Кто те люди, с кем вам придется общаться? Будут ли какие-то операционисты, не знаю, колл-центра или это будут спонсоры и вообще люди си-левелы, да? Какие отношения у компаний, в которые вы работаете с бизнесом, как они их развивают, к чему они стремятся? Это какой-то ад-хок или это реально, не знаю, партнершип, тут совершенно другое, да? То есть вот из этого всего сетапа уже в дальнейшем четвертый шаг, да, нам нужно попробовать дополнить операционную модель гипотезами нашими, предположениями, что еще, возможно, придется делать для того, чтобы соответствовать этой вакансии. Чего они хотят, чего они от вас ждут. И исходя из этого, из этого выявляем какие-то противоречия, несоответствия, как правило, они там есть, вот как мы увидели на примере, может быть, их и нету, хорошо было бы так, да? И с этими вопросами уже вы можете идти на собеседование. Конечно, когда вы это сделаете, еще задание на пять с плюсом, да, это, собственно, сделать самоанализ и посмотреть, где вам не хватает каких-то скиллов, где вот эти ваши гепы, что нужно подтащить, может быть, чтобы соответствовать вакансии, если вам интересно. Но это уже тема другого доклада про менторшип или самодевелопмент мы сегодня это не будем разбирать. Вот. Ну, а я, наверное, рассказала все, что я хотела. Пришлось очень быстро тараторить, я извиняюсь. И я буду рада дответь на вопросы, если они есть. Спасибо большое. Было очень интересно. А вопрос такой, есть ли какие-то методики, которые позволят выявить дополнительные требования? Когда потом окажется, что ты еще тестировщик, системный аналитик, архитектор попала. Требования, в смысле ожидания от аналитика, что он будет делать? Ну, я бы то же самое, использовать одно другому не мешает. Когда ты выясняешь, что нужно, какие активности, что будет аналитик делать, какая от него ожидается вот эта ценность и value, что на ауткамах. Тебе говорят, что нужно требования разработать, а кажется, они хотят, чтобы ты с кейса писал, а ты как бы не готов. Та же самая методика, все применимо, да. И опять же, когда будешь выяснять по ролям, а кто команда, это тоже тебе поможет понять, если нет тестировщика, а кто это будет делать. А аналитик. Да, спасибо. Спасибо большое за доклад. Из твоего доклада понятно, как работать в проектной компании. Ну, то есть, когда мы можем подбирать непосредственно аналитиков на конкретные проекты, а что делать компании, которая не знает, кого она сейчас хочет. Ну, то есть, это может быть любой аналитик, то есть, он действительно человек-оркестр. То есть, в более мелких компаниях обычно так и происходит, что берут сотрудника, и он выполняет, может там историки писать, может съездить на встречу с заказчиком, может работать на тактическом уровне. Вот. Может быть, есть какие-то советы к компаниям, которые более мелкие. Как привлечь аналитиков по вот этой вот вакансии. Ну, да, наверное, это главное. Почему ты, например, больше за компанией, не за аналитиков? Потому что я бы сказала аналитикам, как ответить за аналитиков, я знаю, да, если им приходится работать в такой компании, и на начальном этапе, там, если вас еще не возьмут в крутую компанию, на самом деле это хороший способ. Вы можете выбрать более интересную вам нишу, попрактиковаться, опять же, составить, понять всю эту таксономию, какие вообще бывают обязанности аналитиков, попробовать это внедрить, то есть, коль уж в компании этого нет, его всякое не навредите, если будете стараться делать. За аналитикой я знаю, как ответить. Как ответить за компанию? Честно, мне сложнее, Влад. Я, наверное, даже не буду сейчас на это отвечать, потому что я никогда не была вот в такой компании, которая хочет все, все равно какого качества, вот лишь бы делал один человек подешевле. Но я просто не разделяю этот майнсет, если честно. Ну, я поняла, что я не ответила твой вопрос, но мы с тобой можем еще потом обсудить, ладно? Привет. Спасибо большое за доклад. У меня такой вопрос. Я так поняла, что это рекомендация скорее для оценки аналитиком вакансии, да, которую он рассматривает. А используете ли вот этот подход, чтобы составлять описание так, чтобы человек сразу понимал, кого вы ищете? И делите ли вы на системного, бизнес, там, технического еще какого-то? Это, наверное, второй вопрос. Делите ли и влияет ли это на конверсию? То есть просто назвать аналитиком такого человека, наверное, придет больше людей. Или вы его специфично называете сразу, чтобы человек понимал, кого вы ищете, бизнес. Хорошо, да, я поняла вопрос. Спасибо. Я лично не очень часто составляю описание вакансий, хотя бывает и приходится. Наверное, надо начать с деления, да, вообще любые вот эти деления, на грейды, там, junior, middle, senior, на системный и бизнес. Это все очень условно. То есть на самом деле наши обязанности, ожидания от нас, они очень переплетаются и нету никогда вот такой вот четкой границы, где это разделяется. Поэтому очень важно как раз в позиции на вакансию описать реально, а что человек будет делать, какие от него ожидания, а не просто написать, нам нужен junior, и вот идите посмотрите там доклад Наташи с конференции, это вот junior, это то, что там рассказывалось. Нет, так не сработает никогда. Соответственно, ну, я когда описываю позицию, я в первую очередь схожу из того, вот опять же, из той матрицы, которую я написала. То есть какая нужна ценность, какие от человека ожидаются ауткамы. И опять же, если мы смотрим на человека более, если мы вакансия, нацеленная человека более стратегического уровня, мы действительно можем обойтись ценностью и каким-то вот такими верхним уровнем описаниями, какие нужны value. Если мы ищем какого-то джуна, ну, или там медла, да, и нам важно, чтобы он умел писать, не знаю, юзер-стори в таком-то формате, то мы это прямо четко прописываем вот на таком более низком уровне. И опять же, вопрос, нам нужно, чтобы он зашел и завтра это дело, мы его не учили. Либо нам окей, что он может недельку поучиться, и мы знаем, как его этому научить. И, в принципе, нам нужно просто оценить его адаптационный потенциал, насколько быстро он сможет научиться решать такие задачи, тогда это не очень важно. Но в описании вакансии нужно, как это, максимально ограничить, как бы, скоб тех людей, которым это будет интересно. То есть мы заходим на эту же проблему с другой стороны. Я не знаю, насколько я хорошо ответил, очень сложная тема, чтобы ее так это… Еще есть вопросики? Да. Спасибо. Такой вопрос всегда ли. Мапится грейд, да, или уровень вот скиллов человека, который приходит, с уровнем тех задач, операционной, тактической или стратегической. И бывает так, например, на практике, что мидл приходит на чисто операционные задачи. Или наоборот, когда джину поручают… Ну, наверное, тут уже частично ответили, да, когда джун может там пробовать даже стратегические задачи решать в мелких компаниях. А вот наоборот, вот интересно, в вашей практике было такое? Ну, бывает все, мне кажется. Вопрос в том, что с этим надо работать. То есть, условно, мы можем взять, попросить ведущего аналитика писать истории. Но сколько он вас там проработает, пока не уволится, или, да, какой-то ультиматум не поставит, это вопрос. То есть для нас, если уже говорить конкретно про наш опыт в нашей компании, мы очень, ну, нацелены на мотивацию людей, потому что реально наш главный ресурс мы… Ну, компания зарабатывает деньги нашими мозгами. Если как бы нас демотивировать, чтобы мы не хотели это делать, ну, как бы, а что получит компания. Поэтому важно всегда найти действительно вот этот баланс, что тут надо делать, что человек хочет делать, что он умеет, чтобы он в достаточной мере опираться на его текущее знание, умение и одновременно дать ему возможности для будущего роста. Ответила? Спасибо. Онлайн там вопросов нет? Онлайн вопросов нету. Есть еще вопросы зала? Нам здесь просто лучше видно весь экран, поэтому мы тут забрались. Наташа, спасибо большое за доклад. У меня такой вопрос. Ты говорила про то, что есть определенные требования к аналитику и мэппинг. Как мне поступать, к примеру, если я вижу вакансию? Я понимаю, что, к примеру, я джун, но вакансия намедла. И я очень хочу попасть на эту вакансию, потому что у меня ряд причин. Нет ли у тебя каких-то лайфхаков, как мне позиционировать себя, будучи женом, если я не соответствую, но очень хочу на эту вакансию? Да, спасибо, Маша, за вопрос. Я частично, на самом деле, про это упомянула в докладе. И, в общем-то, на это и нацелены те домашние задания, которые я сказала. То есть, если вы понимаете, если вы знаете, чего вы не знаете, если вы понимаете таксономию, если вы можете на собеседовании с работодателем проговорить, что смотрите, я понимаю, что вам нужно сделать такие-то активности для этого, возможно, такие-то техники нужны, кстати, какие, да, и потом сказать, что я вот это знаю, это не знаю, но я это могу освоить за две недели, потому что я примерно понимаю, что еще с этим связаны какие-то другие техники, активности, артефакты. И мне будет суперинтересно, я это хочу, я мотивирован, вы получите мотивированного сотрудника, то продать себя вот реально несложно. То есть, главное, чтобы человек знал, чего он не знает и понимал, как это достичь, ну, насколько быстро с помощью этих инструментов. Ну, у нас, опять же, в компании для этого есть менторшип, ну, менторы, которые могут помочь это быстро сделать, таксономию, но и самостоятельно это делать можно, если у вас нету старших коллег. Нужно только, к сожалению, эту скучную литературу типа бейбока, примерно знать, как оно устроено и что там есть.